Привет, я Дарья Позняк. Сегодня мы поговорим про материалы, которые будем использовать на курсе. Первое, с чего начнем, это формат, планшет, на который мы будем рисовать. У планшета обязательно должна быть жесткая стенка, то есть у меня планшет, он жесткий, он держит форму. Вы можете использовать планшет, как у меня, и просто на него класть листы. Вы можете использовать какой-то блокнот с жесткой задней стенкой. Желательный формат А4, но если вы очень хотите, вы можете использовать формат больше или меньше на свое усмотрение. Почему именно А4? Когда мы рисуем, наша работа должна быть к нам под углом, расположена. Мы не должны рисовать на столе, потому что от этого идут перспективные искажения, и наш рисунок нарушается. Поверхность должна быть под наклоном, поэтому художники рисуют за мольбертом. Особенно если вы берете большой формат А3 и больше, то желателен мольберт. Рисовать формат А3 на руках, на коленях довольно сложно. Формат А4 можно держать на руках, то есть вы левой рукой придерживаете верх планшета, чтобы он был к вам под углом, а правой рукой рисуете. Такой вариант для домашних простых зарисовок самый простой, и формат А4 здесь хорошо подходит. Вы на фотографиях можете видеть, как работают за мольбертом. Точно так же, тот же самый наклон, мы его достигаем, просто держа планшет левой рукой под наклоном у себя на коленях. Сидеть желательно на чем-то жестком с прямой спиной, чтобы спина не затекала, потому что рисуем мы довольно долго, и если вы чувствуете, что вы устали, скорее всего вы просто неудобно сидите. То есть сидим ровненько, пряменько, спинка прямая, в спине даже как будто бы прогиб, и плечи они висят, как бы расслабленные на вершине вашего позвоночника. То есть не сидим крючком, потому что в противном случае у вас будет затекать и болеть плечо. Старайтесь сесть удобно, прямо, расслабленно, прогнуть поясницу. На ноги мы ставим наш планшет, левой рукой держим вершинку, правой рукой рисуем. С планшетом все, относительно бумаги, все зависит от того, каким материалом вы работаете. Я использую простые листы для принтера А4, потому что я работаю маркерами, мне вполне они подходят. Не важно, какой материал вы будете использовать, главное, чтобы у этого материала была возможность двух тональностей. Вот смотрите, первый вариант, обычные графитовые карандаши. Обычный карандаш HB, вот он дает вот такую тональность. Почему я вам на видео не рисую графитовыми карандашами? Потому что они бликуют и отражаются, то есть их плохо камера считывает. И если вы планируете наброски, которые вы делаете в этом курсе, присылать мне потом на разбор, учитывайте, что ваши наброски, попробуйте их отсканировать или отфотографировать, и посмотрите, как видно. Потому что если вы пришлете мне наброски, на которых ничего не видно и все бликует, я не смогу вам дать никаких советов, потому что вы как бы сами себя в угол загоните. Поэтому сейчас уже подумайте над этим. Если вы планируете выполнять все задания, присылать мне свои наброски, чтобы я дала вам хорошие дельные советы, используйте те материалы, которые хорошо подходят для сканирования, либо фотографирования. Так, смотрите, карандаш HB, обычный графитовый, и карандаш мягкий. У меня 6B, но это может быть любой вариант. Может быть 4B, может быть 8B. Видите, совсем другую дает тональность. То есть у нас будет 3 тональности в рисунке. Белый, светлый тон, вот он внутри рамочки. Средний тон и темный тон. Светлый, средний, темный. И на эти 3 тона мы будем раскладывать наш набросок всегда. Неважно, каким материалом вы работаете. Это первый вариант. Графитовые карандаши. Чтобы набросок не бликовал, но вам хочется рисовать карандашом. Я нашла такой вариант использовать обычные цветные карандаши. Можно детские, можно какие-то художественные, неважно. Просто подбирайте их по цветам, по тональности, чтобы вас не раздражали. В данном случае я взяла 2 варианта, синий и черный. Смотрите, у нас будет опять же светлый тон. У нас будет средний тон. Средний тон. И у нас будет темный тон. На эти 3 тона я буду разбивать изображение. И вы, если вы выберете вариант карандашей. Точнее, мы всегда будем разбивать на 3 тона, просто какой материал вы выберете. Значит, это был первый вариант. Это второй вариант. Цветные карандаши, просто цветные карандаши. А они лучше графитовых тем, что не бликуют при фотографировании и сканировании. Но опять же, смотрите, проверяйте вот этот светлый цвет. Будет ли он виден при сканировании и фотографировании. Чтобы не получилось, что вы возьмете какой-то бледненький. И он не будет читаться. Третий вариант. Маркеры. Мне очень нравится для съемки видео. Это очень выразительно получается. Да, цвета я использую довольно декоративные. Следующий вариант, кстати, будет со сближенными цветами. Так, смотрите. Есть ли вариант маркеров? Я беру тоже два цвета. Светлый цвет и темный цвет. Чтобы светлый цвет мне давал среднюю тональность. Вот, смотрите. Светлый, средний. Давайте этим тоже обведу. Здесь трешечку. Светлый. Светлый. Светлый тон, средний тон, темный тон. мы еще будем добавлять варианты когда мы поштриховали например когда мы средний тон в процессе рисования будем сверху штриховать по желанию поэтому маркеры в данном случае удобно и они дадут возможность создать еще один вид тона то есть по сути это будет уже 4 смотрите будет светлый темный и два средних тонов которых вот этот будет немножко темней это вариант с маркерами если вы используете декоративные цвета и вариант с маркерами если вы хотите использовать более более классические цвета можно купить два маркера в серой тональности например холодный серый один потемнее другой посветлее или теплый серый один потемнее другой посветлее ими работать весь курс смотрите светлый тон просто белая бумага средний тон я использую маркер посветлее и темный тон я использую маркер потемнее при этом цвета довольно сближенные вместо вот этого варианта можно использовать как я уже сказала серые цвета это как вам захочется вы можете использовать любые материалы даже про которые я здесь не сказала если вам они нравятся или вы ими уже работали пожалуйста используйте и еще я хочу обязательно отдельно сказать как вести работу обязательно работу нужно вести от общего к частному сначала мы всегда делаем легкий легкий набросок светлым материалом который вы выбрали легкий набросок всего изображения легкой линий мы проходим все по всему изображению сейчас не очень точно мы как бы бежим бежим крандашом по изображению глазами проверяли где неправильно вносим поправки и только после этого легкого наброска мы начинаем работать потому что если вы будете сразу от куска работать вы наберете очень много ошибок и будете делать такие ошибки которые потом нельзя исправить поэтому сначала всегда делайте легкий набросок даже если вот мы с вами на курсе что-то проходим сейчас что-то изучаем сначала всегда легкий набросок каким-то легким материалом который не будет потом вам мешать для дальнейшей работы а потом только только потом вы берете более темный материал и начинать подробно прорабатывать для светлого варианта можно даже использовать какой-то простой карандаш или цветной если вы работаете маркерами а потом уже светлым маркером проходится потом же проходится темным маркером то есть смотрите я набросал легкий набросок я его в лист посадила я его разместила и только теперь я могу брать маркер и до более темного цвета дальше прорабатывать этот принцип работает в любом материале какой бы вы не выбрали неважно чем вы будете работать обязательно